Здравствуйте друзья! Программа на самом деле возвращается в прямой эфир и отправляется в гости к Алексею Валерьевичу Журавка, который провел собственное расследование, к которому иногда из Украины подбрасывают даже полусекретные, а то и секретные и для служебного пользования документы. Он их иногда публикует, иногда не публикует, чтобы никого не подставить. Тем не менее, уши Украины торчащие за белорусским синежопым Майданом. Есть ли они или нет? Почему провалилась спецоперация захват и кто там теперь ищет каких крайних? Это по поводу так называемых вагнеровцев, которых Украина хотела, я так понял, посадить в Киеве у себя в Жулянах или в Борисполе и захватить. Но что-то не получилось, что-то пошло не так. В общем, обо всем об этом сейчас с Алексеем Журавка. Валерьевич, приветствую! Привет! Привет! Ну, сначала все-таки о важном. Подготовка украинских боевиков, потому что они же как? Нам плохо, давайте и Сябрам сделаем плохо. Не могут они, чтобы кому-то было лучше, чем им. Поэтому надо и в Россию засылать, и в Белоруссию засылать своих террористов. Рассказывай, что известно. Ты знаешь, я тебе хочу сказать, вот все говорят, особенно белорусы там пишут и говорят, у нас такого не будет, как в Украине. Ребят, вы пожалеете, если вы развалите свою страну с помощью таких маргиналов, которые присутствуют в Украине. Так оно по большому счету получается. Я тебе хочу сказать, что Украина причастна к тому, что происходит в Белоруссии. Смотри, как все средства массовой информации работают, типа на поддержку оппозиционных сил и майдановой, так называемой, новой власти. Тупоголовой, да. Смотри, как интересно получается. Белоруссию за полгода, по моей информации, начали потихоньку протекать такие, знаешь, ручки. Будем говорить так, неадекваты, которые Майдан этот устроили, нацики, провокаторы, бандиты и все остальное. Под любым видом, типа на работу, типа родственники и так далее. Ну и до выборов за месяц я опубликовал и указал, что в Белоруссию едет очень много этих шизофреников, которые убили свою страну, да. Нацисты, провокаторы. Надо мной все смеялись. И указывал, что и Польша в этом участвует, и Европа в этом участвует и так далее. Но тут появился очень хороший документ, который я опубликовал. И он четко показывает, как же все-таки отправлялись так называемые майданутые на голову в Белоруссию. Ну смотри, коронавирус, границы закрытые вроде кто. А Польша спокойно вдруг открывает и пропускает. И через Польшу направляются люди. Вот только что перед тобой минут 15 назад я разговаривал с Черниговым и разговаривал непосредственно с Киевом. И мне говорят, вы правду написали. Сколько уехало в Белоруссию украинцев на эти протесты. Ты понимаешь, что все подтверждается? И вот я не понимаю этих людей чисто по-человечески. Вы свою страну убили. Чего вы лезете в Белоруссию? Ну, это понятно для чего делается. Геополитика. Последний рубеж Белоруссии. Да, ты помнишь Великую Отечественную войну, когда начиналась Брест. Сколько он дней держал оборону от фашиста, да? До последней капли крови. Мужики гибли за нас. А эти просто так убивают страну. Просто так. Разворовать, нажиться и все остальное. Ну, и этот документ показывает о том, что власть Украины в курсе о том, что происходит. Так же само, вот мне там говорят Зеленский и пишут, что Зеленский по вот этим ЧВК, типа, дал отбой, да, на каком-то из совещаний. Я не верю. Вот я не верю. Я уверен, что все все знали. Любой документ спецоперации, он должен заходить в первый кабинет. И человек этот должен знать. Это мое, хотите, субъективное мнение и все остальное. Но то, что Украина так по-черному использовала, да, она хотела этих людей вытащить там через Турцию как-то и все остальное, у них не получилось. Но то, что это подло, то, что это враждебно, то, что эта спецоперация делалась, для них это успешная спецоперация, а для других это делалось, как они там называют, Белоруссия, это братская страна, да, фактически могли бы подставить так Белоруссию, что произошел разрыв между Россией и Белоруссией. Не получилось так, пусть хотя бы так получится. Как там говорят, не дадим, да, по надкусу. Я на сегодняшний момент украинским властям вообще ни во что не верю. Вот теперь я убеждаюсь, что эти люди продались, эти люди на сегодняшний день готовы ради денег и человеческих жертв сделать все, что хочешь, вплоть до того, что даже у себя ядерную бомбу взорвали. И им абсолютно будет все равно. Понимаешь, у меня многие вещи вот просто в голове не складываются. Да? Я считаю, что Украина это сегодня проблема и для России, и для Белоруссии. Я же не один раз говорю, что посмотрите, это будет Украина и для Белоруссии проблема. Вернее, не народ ее полностью весь, а вот эта власть и кучка 15-20 или сколько там 30% дебилов. Вы понимаете, что надо срочно строить большой дурдом и всех их туда. Срочно строить шахты и шахты этих дебилов. Чтобы они от безделия не страдали, а добывали уголь. И то полезнее было. Алексей Валерьевич, ну а может быть это как раз выход и вариант, смотри, на Украине Майдан совершили вот эти вот бомжи, проститутки, наркоманы и прочая нечисть, которой лень заниматься разбудовой нынки. Вот сейчас они бегают уже и там и сям, работы нет. Самоубиваться, пьянствовать и наркоманить уже устали. Денег на всех их не хватает. Вот сейчас у них появляется канал переброски в Белоруссию. А здесь есть КГБ, МВД, наши ребята прилетают туда консультировать из ФСБ. Вчера самолет приземлился. Так может быть наоборот как раз открыть этот канал, взять их под контроль. Спутники же есть, все же видно, откуда, куда, где рассортировываются. Мы на Украину не можем зайти, да? И у нас там нет ни КГБ, ни ФСБ. А в Белоруссии сябры нам помогут. Мы просто всю эту нечисть, всю эту плесень возьмем там, соберем и тихонечко утилизируем. Почвы не такие плодородные белорусские, а мы их оплодородим как раз вот этим рогульем. Ты знаешь, ты в своем репертуаре, ты знаешь, я бы согласен утилизировать все это рогулье, которое сегодня развалило мою любимую страну. Вот абсолютно согласен. Ведь это рогулье убивало Донбасс, да? Ну и плюс вот эти называемые президенты, да? Я до сих пор Зеленского считаю незаконным президентом. И выборы с 2014 года все они незаконные. Вот так я считаю, да? Нет, я считаю, что неправильно мы поступаем, да? Нельзя переносить пламя на другую сторону и за счет этого пламя зачищать. Я считаю, что Белоруссия и Россия должны объединиться, да? Искать союзников и начать зачищать и спасать Украину, да? Что я имею спасать Украину? Не ту Украину, которая сегодня, а ту Украину, которая была тогда. То есть все люди, которые адекватные, грамотные, которые сегодня хотят жить в мире, в спокойствии и в согласии, и в содружестве стран и российско-говорящих. Любой там национальности, мы только умные люди. Вот их надо спасать. Знаешь, надо спасать страну. Я тебе так хочу сказать. Ну, смеемся. Если взять аналогию, взять, допустим, все это вот так, приводить примеры на прошлом, на сегодняшнем и на том, что было, допустим, лет 10-20 назад. Я тебе хочу сказать, а напоминает мне-то эту Великую Отечественную войну, а напоминает-то мне, кто Гитлера финансировал. И все же те же самые, смотри, вся Европа. Вся Европа сегодня под заклад ударилась и сказала, выборы в Белоруссии незаконные. Ну, и вся Европа кричит, суверенитет стран надо соблюдать, но они что не соблюдают. Ты посмотри, сколько крысаков на такую маленькую Белоруссию накинуло, да? Ты посмотри, там тоже есть крыс-то продавцы. Заводы, фабрики и все остальное-то Лукашенко сохранил. И слава богу, да? И слава богу. Вот здесь по поводу Лукашенко сохранил, вспомни, как украинские ребята еще в 91-м году выходили в Киев, ученые, рабочие всяких заводов, и кричали, хотим свобод, хотим демократии. В 14-м году они хотели свобод и демократии. В итоге распилили остатки советского богатства. И вот я сейчас прямо смотрю на белорусов, комрад Гаспарян пишет о том, что работники Беларуськали вышли сегодня на новый митинг. Добыча руды из-за забастовки не ведется. Он напоминает этим рабочим, что калийные удобрения являются важным экспортным продуктом для Белоруссии. В прошлом году их было поставлено за рубеж на 2,8 миллиарда долларов. Чем эти работяги собираются закрыть дыру в бюджете? Почему они сидят и пилят сук, на котором сидят? Ведь это же дикость и уродство. Ты понимаешь, вот яд, он вообще-то заразительный. Вот раз укусил, а представь себе, сколько с Украины, с Польши приехало и начало кусать и рассказывать, как они прекрасно будут жить. Но я белорусам могу сказать, будете выжить очень плохо. Ваша страна будет бомжом. Вашу страну распродадут. Следующее. Органы начнут продавать, как это в Украине. Все жилистно-коммунальная структура, жилистно-коммунальная структура, вся будет гибнуть, как это в Украине. Там мосты устают, дома устают, все падает. Вы посмотрите, какая у вас светлая, красивая Белоруссия. Как у вас прекрасно убирает все. Вы посмотрите, как у вас вовремя все ремонтирует. Вы посмотрите, вы живете в тепле. Вы хотите, белорусы, остаться без горячей воды, как это 80% Киева живет без горячей воды. Вы хотите на сегодняшний день, чтобы у вас на каждом пути трамваи ломались или троллейбусы ломались. А ваши мазы выкинут на свалку. Ваш завод маз станет. Вы ощутите на своей шкуре. Только потом вернуться вы не сможете в прошлое. Вы уже не найдете такого, как Лукашенко, и хозяйственников, людей, которые смогут управлять страной. Украина уже в это попала. И кто помогает Польше? Польша ничем не помогает. Кто помогает? Латвия? Литва? Или кто там помогает? Пистолетиками ржавыми. Вот и все. Сергей, это будет беда. Ты знаешь, есть такая умная пословица. Умный учится на чужих ошибках, а дурак учится на своих ошибках. А еще одна пословица. Ломать не строить. Вот и все. В этом-то беда. Я не представляю, что с людьми происходит. Неужели мир сходит с ума? Неужели вы там вообще чокнулись? Вот это личное мое мнение. Неужели вас чужая трагедия не учит? Я могу вот так сказать. Белорусы, возьмите, набирайте меня. Ищите в социальных сетях. Я вам буду рассказывать то, что я пережил. И войну, и трагедию, и бомбежку видел. И как стреляют снайпера. И кладбище видел в Донбассе. И дома сгоревшие и так далее. Набирайте тех людей, которые это все пережили. И вы поймете, во что вас ввергает. Вот это вот молодые демократы, патриоты, белорусские. Я вот смотрю, ну один в один. Ну привели они Украину в Евросоюз. Чем это закончилось? Квотированием. Квоты закончились. Ваша продукция просто никому не нужна. У вас ценная продукция, это картошка назовем так. Самая ланая. Вы что думаете? Они вам на чипсы дадут эту картошку продавать? Нет. Они будут свою картошку продавать. Но не вашу. А ваши поля все будут всяким барахлом засеивать, как это у нас. Все земли выпили. Все ценное. Практически ничего не растет. Вот и все. МО. Алексей Валерьевич, заканчивая эфир, мой совет белорусским руководителям политическим и телевизионным. Пригласите Алексея Валерьевича Журавка, дайте ему 30 минут каждый вечер на БелТВ. Пусть он рассказывает о том, что происходило и происходит на Украине. Может быть, как раз братья-белорусы, послушав бывшего почетного гражданина города Цюрюпинска, народного депутата Украины в прошлом, что-нибудь поймут и в конце концов выйдут и своим змогарам жопу-то и начистят. Алексей Валерьевич, спасибо тебе, дорогой. Удачи и до встречи. Удачи. Итак, дорогие друзья, это был Алексей Журавка и программа «На самом деле». Скоро увидимся. Пока. Продолжение следует...